В жилмассиве Авиагородок, неподалеку от дома ветеранов, в четверг вечером в результате аварии пострадали два человека, водители, столкнувшихся иномарок. Травмы у мужчин тяжелыми назвать нельзя, однако после удара, по крайней мере, один шофер совершенно не мог сказать, куда ехал и что случилось. На месте медики и пожарные. Первые осматривают в карете скорой помощи водителя Алиона, вторые – разбитые автомобили. Сначала нужно отогнуть покореженный металл, чтобы добраться до аккумулятора и снять с него клеммы, чтобы не замкнуло. Потом смыть с асфальта вытекшее топливо и техническую жидкость. Автоинспекторы тем временем опрашивают участников событий. Однако 31-летний шофер Тойоты Краун ясности в произошедшее не внес. Вы из дома ехали? С работы ехали? Не помню, девушка. Как день провели сегодня, помните? Вы один в машине были? Надеюсь, что да. Понятно. Вы в скорую обращались? Нет. После этого разговора автолюбитель все же пошел к врачам. Предварительный диагноз, поставленный обоим водителям – сотрясение головного мозга. Очевидцы рассказали, что Краун двигался со стороны аэропорта, а Тойота Алион – навстречу. Столкновение произошло навстречной для Крау на полосе движения. И она выехала навстречу? Да, навстречу. Насильная скорость, очень насильная. Прям колеса скрипели. Мы слышим резкий звук, потом сигнал, поиск бах. И бах, дикий бах. Поворачиваемся, и уже как бы он сейчас едет, они состыковываются и разворачиваются. Благодаря неравнодушному очевидцу в распоряжении полицейских имеется видеозапись столкновения. Она полностью обеляет 34-летнего водителя Алиона. Мужчина едет по второй полосе, когда после замысловатого виража в него врезается едущий юзом автомобиль. Совершенно очевидно, что Краун занесло, правда, вследствие чего – непонятно. Возможно, роль сыграли мокрый асфальт и задний привод машины. Тест на алкоголь водители прошли с нулевым результатом. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анна Карпова и Антон Индиченко.